Андрей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не имел возможности присутствовать сегодня на вашей лекции, можно ли попросить о вас рассказать основную мысль? Хорошо. Компания «Госпом Транс» занимает начальник общества «Госпом Транс», который занимается с дорожными перевозками. Я в данном случае выступал как независимый эксперт, рассказывал просто в целом о проблемах продажи «Госпом Транс». К сожалению, на этой конференции, чисто что меня смущает, очень сильный акцент на электронику. Должны быть там диджитал, какие-то куча исследований. Вот выступавший после меня коллега показывал какое-то безумие, там слайд забит названием программ, которые нужно использовать для анализов данных. Как будто вы добываете ради. Вот не как бы бизнесом занимаетесь, как будто вы добываете урановую руду, причем не просто уран, а добываете ради в этой руде. Чтобы продать такой геморрой. Я пытался объяснить, что на самом деле все гораздо проще. У «Госпрома» очень простые правила работы. Намного проще может добиться цели достижения сделки. Вот эта вся красивая обстановка вокруг, она не всегда нужна. Я не говорю, что это вообще не нужно. Но просто часто люди пытаются заниматься, ну условно, не своим делом. Очень увлекаются инструментарием, очень увлекаются какими-то деталями, какими-то поисками каких-то цифр и ищут смысла там, где его нет. Я пытался в своем выступлении максимально в понятной, в короткой форме рассказать, что реально требуется «Госпрома», чтобы ему продавать. И пытался доказать о том, что такие слухи о коррупции, каких-то там обвинениях, что нужно кому-то давать какие-то взятки в «Госпроме». Это бред сели кобылы. Что на самом деле все очень просто, очень понятно, но неудобно. То есть если Google там постоянно работает над улучшением инфраструктуры, над тем, чтобы там кому-то было легче искать, «Госпрома» вообще по этому поводу не мучится. Информация есть, но ее нужно самому найти, самому нужно обработать, самому нужно прочитать, в ней разобраться и потом по ней действовать. К сожалению, это часто бывает неудобно. И вот что меня расстраивает, что большинство участников, тех, кто присутствует, они условно такие же, ленивые. Они смотрят на экран, там нарисованы какие-то буквы, какие-то сокращения, красивые слова говорить умеют. Такой маркетинг, такой маркетинг. А реально как бы вот я почему, скажем, недоволен, потому что если бы я был на месте, не знаю, гендиректора какой-то компании, которая принимала такого соревновщика или маркетолога, так сказать, для своей работы, я бы расстроился. Потому что очень далеко от начала до конца, там 8 этапов, постепенно, куда-то идти. Это можно сказать гендиректору 2 года, а потом тебя уволят. Вот пока ты эту историю скажешь, чем ты занимаешься, а потом как будто никому не будет нужным. Я пытался показать, что на самом деле есть гораздо более простые, может быть, примитивные, но действенные способы маркетинга, условно по старинке, так сказать, догугловые, которые в Коскорбе работают, эффективно, результативно, просто нужно ими пользоваться. Не нужно уходить слишком далеко в виртуальную реальность. Нужно быть контактными, общительными. Вот на конференции участники друг другу даже визиты не дают. Кто-то не придет в визитки вообще, кто-то их не обменяет, просто через спрашивает. Ну, бред. Ну, то есть много таких вещей люди как будто аутисты. И поэтому вот эта вот ситуация, она плохая. И, к сожалению, основной такой акцент выступающих, что меня расстраивает, он именно с областью аутизма, что еще глубже нужно погружаться, еще быть более узким специалистом, еще точнее искать своего электронного там двойника в пространстве, и что-то его там впаивать потом полгода. Тогда есть одна «Газпром» рядом здесь, продавайте, мы вот стоим прямо тут, давайте, ну. В связи с этим вопросом очень многие лекторы делали акцент на том, что маркетолог в сегодняшних условиях должен быть не монетарием, а это, скорее всего, гик, технология. Да, это самая большая ошибка, абсолютно. Потому что маркетолог – это прежде всего люди. Когда люди будут роботами, когда будут продавать чат-ботом, тогда нужно быть, так сказать, электронным там устройством, вторым с другой стороны, эффективным, быстрым, результативным. Это же не так. Вот вы же красивая женщина. Кто? Вот вы хотите, чтобы он продавал робот? Нет. Вы хотите, чтобы он продавал красивый, там, другой мужчина или женщина, предлагал ему что-то хорошее и полезное. Вы не хотите общаться в интернете там с чат-ботом, а это предлагается сейчас agile, боже мой, она на agile в маркетинге. Какой agile? Если на самом деле, вот еще, думаю, там, условно, в классном веке еще с точки зрения маркетинга в плане, там, того же «Газпрома», крупнейший покупатель в стране, а про него как будто вообще где-то в стране. Вот было исследование, про которое я рассказал, коллега на первой лекции, о том, что 5% тех, кто ничего под углом, могли не делать, это «Газпром». Вот эти 5% входят «Газпром», «Роснефть», «Новотек», «Газпромнефть» и так далее. Это крупнейшие покупатели в стране. А вот эта вся вот лирика в Инстаграме, в Фейсбуке, это все классно, но к продажам это имеет очень обосредованное отношение. И поэтому вопрос ее о том, что нельзя отрываться от земли, а без сомнения, электронные инструменты нужны, это очень полезно, это очень важно и нужно, но, к сожалению, часто люди, стараясь их освоить, сам процесс освоения такой долгий, такой трудный, такой сложный, и ты сегодня выучил, а завтра уже новая программа, уже новые изучения, что ты не успеваешь заработать денег для компании. В процессе вот этого изучения ты вечно учишься, вечно чего-то осваиваешь. Генерал, там, маркетолог, все знают, все слова красивые знают, а толку? Продажа где? Все подняется продажами. Вот та же компания «Магнит» продает, ты показываешь, она продала там в три раза больше, чем другие компании на рынке. И никто не понимает, что «Магнит» в интернете вообще слишком много активничает. Тоже работает, но тем не менее, основных участников, те, кто показывает, у кого розовый, магнит, активность в интернете, это те, у кого все плохо. Это консультанты, это продавцы автомобилей. Вот у них плохо, они перли в интернете со своей рекламой, везде на каждом углу продажи машин. Ну, то есть, понимаете, иногда путают причину, следствие с точки зрения информации. Вот есть данные, что в интернете стало много рекламы там от компаний, продающих машины. Но никто не понимает причины, почему это стало. Понимаете, вот это анализирует, почему так? Интерпретирует. У вас ее много, значит, так и будет дальше, это будет хорошо. Но это же не так. Причина-то совершенно иная. То есть, с точки зрения маркетинга, сейчас это человеческие отношения? Я сказал так, он всегда таким был. Именно поэтому маркетинг так и называется, потому что прежде всего общение, это понимание своего клиента. Клиент – это не цифры в компьютере. Это живые люди. И когда всех их усредняют, вот вы же хотите быть одной из, вы хотите быть уникальной, красивой, талантливой. Это нормально. Но когда клиентов очень много. Опять, это говорит о том, что нужно правильно спать время, потому что, к сожалению, клиентов не может быть реально много. Реальных продаж у компаний там миллиарды. То есть, и в штуках клиентов, покупающих, относительно немного. Но если мы берем компанию вроде Unilever? Опять, вопрос о следующем. Какая компания Unilever, она немножко по-другому эту проблему решает. Я не готов сейчас спорить о рынке отношений с конкретным человеком. И все-таки большие сектора B2B. Но вопрос в том, что, к сожалению, я вот почему принял аналогию с добычей урана или радиа? Потому что, к сожалению, попытки людей превратить в цифры, увеличить максимально вход в воронку продаж, которые разведываются со всю страну, что вот мы там всех, абсолютно все поведали, что мы есть. А купили у нас двое. Вот, ну, максимальный был выстрел. Все об этом узнали событие. А толку? То есть, нужна более простая связь между началом коммуникации и продажей. Когда маркетинг уходит так далеко, что он забывает, для чего он сейчас вызывался, для чего он нужен, вот это просто плохо. И на сегодня, вот я привел, может быть, аналогию неудачную. Эти... Коллега тоже вот рассказывал о количестве там выступлений, новых средств коммуникаций в маркетинге и так далее. Вот в нейромаркетинге есть такая тема очень активная, что много людей по этому поводу сейчас занимается. На конференции по нейромаркетингу в Сан-Франциско было 30 тысяч участников. Представляете? Приехало 30 тысяч. Прочистить все невозможно. То есть, вот как бы приехала куча людей, много шума, много крика, а продажи где? Ну, значит, вот нужно вот эту ситуацию вернуть немножко назад, потому что, к сожалению, на сегодня проводимое мероприятие, на мой взгляд, ну, слегка людей уводит в сторону от потребностей бизнеса. Ну, говоря, человек с такими ценностями, который, скажем, слишком верит в электронную коммерцию или в электронный бизнес, современному, агентиндиректору по коммерции, в компании, эту идею продать не продаст. То есть, его просто с работу уволят. И поэтому, возле того, что на сегодня, как бы, очень важно знать современные тенденции, ими пользоваться, но ими не злоупотреблять. Нужно быть в контексте реальной среды. Мы работаем в России, мы в конкретных совершенно условиях, и нужно этому соответствовать. Об этом было моё выступление. Так, Андрей, по мою сторону камеры уже собралось достаточно большое количество слушателей. Ну, что, мне так почему? Нет, нет, нет. Последний вопрос. Что вы думаете о таких мероприятиях, как Тон, на котором мы с вами сейчас находимся? Служно это? Интересно. Я, честно скажу, во-первых, выступал, как бы для меня очень новая аудитория, нестандартная, люди прикольные, но, к сожалению, очень оптичные. Очень такие вот пришли, сели, слушают, встали, вышли. Это меня беспокоит. Ну, видимо, просто я не в контексте, поэтому... У нас еще идет кофе-брейк. Понимаю. Возможно, можно отогреваться. Возможно, там отогреваться. Большое спасибо, Андрей. Вам спасибо, что пригласили.